МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Очередной сеанс правительственной связи у нас в студии министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. Добрый день, Елена. Я вас рад видеть в очередной раз. Взаимно. Объем дорожного фонда в этом году составил 5 миллиардов 720 миллионов рублей. Это исторический максимум, который когда-либо был зарегистрирован в вашей отрасли. На что были использованы эти средства? Сегодня 28 декабря, и мы уже подводим итоги текущего года. На самом деле объем дорожного фонда в текущем году составил 5 миллиардов 720 миллионов рублей. Что было сделано на эти деньги? То есть мы отремонтировали порядка 140 километров автомобильных дорог в асфальтобетоне. Мы построили порядка 21,3 километров автодорог в различных категориях. Мы реконструировали 2,4 километра. Но это прежде всего улица Ивана Яковлева, город Чебокстаре. Мы построили порядка 29 километров наружного освещения. Отремонтировали три мостовых сооружения. Это через реку Сура в Парецком. Это через реку Сугутка в городе Чебокстаре. И через реку Меня в Парецком районе. Кроме этого, это было по программе БКД. Безопасно-качественные автомобильные дороги. Есть такая программа ОМРДХ. Общая система меры развития дорожного хозяйства. Вот по этой программе мы в этом году использовали порядка 130 миллионов рублей на установку камер фото-видео фиксации. Это порядка 32 камер. И кроме этого, на 60 миллионов рублей установили автоматический весовой габаритный контроль в районе города Ядрен. Вот этот объем работ был выполнен на те деньги, которые вы озвучили в начале наших передач. Что вы считаете главным достижением отрасли в уходящем году? Знаете, все-таки я же являюсь министром транспорта и дорожного хозяйства. То есть здесь, наверное, может быть, мы говорим о двух отраслях. К счастью, дорожная отрасль в этом году пострадала не так сильно. Может быть, смежные какие-то отрасли. Это, например, производство строительных материалов, производство щепня, производство дорожной техники пострадало в большей степени. Но сама дорожная отрасль, она пострадала в меньшей степени. Что касается перевозок пассажирским транспортом, то здесь, конечно, произошел провал. Ну, прежде всего, период апрель, май, июнь, когда были введены ограничения в связи с пандемией, пассажиропоток упал почти на 70%. И вот на сегодняшний день этот пассажиропоток пока еще не восстановился в том объеме. До коронавирусных объемов. То есть мы еще пока где-то идем в пределах 70%, а в пределах 30% мы еще не догнали. Что касается дорожной отрасли, возвращаясь я уже к вашему вопросу, но здесь было построено или отремонтировано, отреконструировано достаточно много объектов, которым можно, в общем-то, гордиться. Прежде всего, давайте начнем с города Чебоксар. Это реконструкция проспекта Ивана Яковлева. Ну, достаточно красивый такой-то получился у нас проспект Ивана Яковлева. Приятно ездить, приятно гулять по этому проспекту. Главное, что еще и функционально. Да. Завершили ремонт проспекта тракторстроителей. Завершили, как я уже говорил, ремонт моста через реку Сугутка. Если мы говорим город Чебоксар, если мы говорим республиканские дороги, то это, прежде всего, значит, отремонтировали порядка 20 километров региональных дорог Чебоксары-Сурская в районе города Шумерля. Отремонтировали порядка 7 километров Калинин-Батрия-Яльщики. Это населенный пункт Алтышево в районе города Аллатыря. И, кроме этого, мы провели достаточно большой объем работ по ямочному ремонту и по текущему ремонту. Владимир Михайлович, мы в основном говорим все-таки о дорогах республиканского, федерального значения. Но очень много жалоб, к сожалению, поступает на дороги, которые связывают населенные пункты в пределах одного и того же района муниципалитета. Между двумя селами бывает, что дорог просто нет. То есть это местные дороги. Давайте я вот приведу такие цифры. У нас в республике все на балансе Минтранса находится, или на балансе Чевашу-Пордору нашего подведомственного предприятия, находится порядка 13,5 тысяч километров автомобильных дорог. Из них полтора тысячи – это региональная, межмуниципальная, и 12 тысяч – это километров дорог, это местного значения. Но федеральных дорог у нас не так много – 329 километров. Вот когда в 2017 году республика заходила в программу безопасной, качественной автомобильной дороги, вот на тот момент у нас, к сожалению, всего на балансе было региональных дорог полторы тысячи километров. А вот эта программа безопасной, качественной автомобильной дороги прежде всего предусматривала ремонт и реконструкцию региональных и городских дорог, или городской администрации. Вот я приведу такие цифры. Например, показатель, который говорит о состоянии дороги. Это нормативное состояние дороги. Когда в 2017 году мы заходили в эту программу, у нас региональных дорог на нормативном состоянии было 38%. Городской агломерации где-то порядка 45%. Вот на сегодняшний год мы заканчиваем в нормативном состоянии дороги региональной – это 46,7%, а в городе – 68,6%. А вот в 2024 году, когда завершится эта программа, в городе должно быть 85% в нормативном состоянии, а в республике – 50,3%. Но, опять же, мы все говорим о дорогах городской агломерации и региональных дорогах. Но вот, к сожалению, я говорю, программа безопасной, качественной автомобильной дороги не предусматривает именно дороги местного значения. А своих сил у нас не так достаточно. В начале нашей беседы я вот приводил такие цифры, когда назвал сумму Дорожного фонда 5,7 млрд. И сказал, что отремонтировано было 140 километров. Вот представляете, сколько лет мы должны ремонтировать дороги по 140 километров, чтобы отремонтировать все 13,5 тысяч километров автомобильных дорог. Своих средств, к сожалению, у нас пока недостаточно. Но, тем не менее, пытаемся ситуацию как-то изменить к лучшему. Стараемся выделять деньги все-таки в большем объеме на местные дороги. И, конечно, большие все-таки надежды возлагаем на федеральный центр. Может быть, они в ближайшее время пересмотрят эту программу безопасной, качественной автомобильной дороги, и она коснется уже муниципальных дорог. Местных дорог, да. Какой объем Дорожного фонда вы планируете на следующий год? Вот если в этом году было 5 млрд. 720 млрд, то, конечно, пандемия сделала свое такое черное дело. На следующий год доходная часть или бюджет Дорожного фонда будет значительно сокращен. Пока ориентировочно 4 млрд 700 млн, то есть на 1 млрд меньше. Но это пока предварительная цифра. Дело в том, что в следующем году в любом случае будут какие-то субсидии с федерального центра. Эта цифра будет меняться. Конечно, цифры текущего года 5 млрд 720 млрд мы не достанем на следующий год. Но это будет незначительное все-таки отставание. Надеюсь, что это будет не так много меньше, чем в этом году. Какие планы на следующий год, которые уже определены и которые в обязательном порядке? С чего начнем работу в следующем году? У нас уже, например, есть проект на строительство, реконструкцию, на ремонт дорог. И мы уже, я думаю, что в январе месяце будем торговаться примерно на 22 объекта. Поэтому планы есть. Потом с 22 года предусматривается еще один проект, федеральный проект, мосты и путепроводы. Поэтому к этому тоже готовимся. Готовим проект на смертную документацию. Провели диагностику мостов республиканских. Готовим проект на смертную документацию для того, чтобы уже в 22 год войти с готовыми проектами и в 22 году получить максимальное количество финансировано на эту программу. В уходящем году в Чувашии заработала государственная программа льготного перевода транспорта на метан. Ваше ведомство определено уполномоченным органом. Оператором. Оператором, да. Как продвигается работа? Насколько вообще это активно ведется? Насколько это востребовано? Действительно, в декабре месяца прошлого года, 19-го года, было заключено соглашение между Минэнерго Россией и Кабинетом министра Чувашской республики, по которому предусматривалось выделение субсидий на возмещение тех потерь, которые будут понесены в результате строительства новых газозаправочных станций. И до нас, в принципе, до оператора была доведена контрольная цифра. Мы в этом году должны были построить три газозаправочные станции. Сумма субсидий – 120 миллионов. То есть, например, инвестор, который заходит в эту программу, который участвует в этой программе, за каждую заправочную станцию, которую он сдал, получает 40 миллионов рублей. Вот все три заправочные станции на сегодняшний день уже построены, сданы в эксплуатацию, и инвесторы получат эти деньги. Но кроме этого, еще было выделено по второму соглашению 20 миллионов 680 тысяч на переоборудование транспорта. Эту работу мы в этом году также завершили. Все 20 миллионов 680 тысяч были использованы и переоборудованы порядка 118 единиц автомобилей. Возвращаясь к газозаправочным станциям. На сегодняшний день, до того, как мы сдали три заправки, у нас газозаправочная станция на Метане у нас была всего одна. Это на Варнарском шоссе. Причем, с учетом компрессоров, мощность компрессора, там достаточно долго идет заправка. И вот есть такой минус в газозаправочных станциях. Дешевое топливо, его, кстати, экологически чистое, но заправляется очень долго. На заправку одного автобуса, например, уходит порядка 40-60 минут. Но с учетом того, что сейчас еще три заправки введены в действие, то мы сможем ежедневно на следующий год обслуживать дополнительно по 600 автомобилей в сутки. То есть дополнительно. Поэтому эта отрасль, я имею в виду газозаправочную отрасль, она развивается, она очень перспективна. На следующий год Минэнерго до нас опять довели контрольную цифру. Порядка опять трех заправочных станций. Еще. Да, еще. Поэтому я думаю, что эта тема будет развиваться у нас в республике. Насколько, ну, допустим, вот, там, я не знаю, половина, одна треть, одна четверть транспорта у нас на метане? Нет, гораздо меньше. Я думаю, что на сегодняшний день пока еще это не более 5% на метане. Вы не путайте, еще есть газозаправочные станции на пропане. Их гораздо больше. И таких автомобилей, которые используют пропан, их тоже достаточно много. Но метан более экологически чистое топливо и более дешевое топливо. Ну, вот раз уж мы подошли к транспортной теме, до конца года в республику должны были поступить 68 новых троллейбусов. Насколько нам известно, поступило гораздо меньше. Когда мы ждем остальные? Да, эта тема достаточно такая больная для нас. Я много раз сам озвучивал о том, что мы в течение года получили субсидии от Минпромторга в сумме 1 миллиард 174 миллиона, которые были должны быть потрачены на закупку новых 68 троллейбусов. В августе месяце был проведен аукцион, конкурс, по которому определился победитель. Это уфимский троллейбус на траймвойной завод. Но, знаете, опять же, та же пандемия подкосила многих рабочих, и завод закрывали на неопределенное время. Ну, еще я вам скажу, здесь был такой небольшой политический аспект. Дело в том, что часть комплектующих этот завод получает из Минска. И в Минске тоже заводы стоят некоторые. В общем, все неудачные факторы сошлись в одном. Сошлись, да. Это называется идеальный шторм. Да. Но, тем не менее, из 68 троллейбусов уже на сегодняшний день поставлено 10. На сегодняшний день. Но так как сегодня, 28 декабря, это последний день оплаты из тех субсидий, которые мы можем оплатить. Поэтому деньги возвращаются в резервный фонд, откуда они поступили. И в январе начнется заново вот эта работа. Поэтому у нас достаточно большая уверенность в том, что эти деньги вернутся неиспользованы, так как они были целевыми. И мы докупим 58 троллейбусов. И для этого мы уже заключили доп. соглашение с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом о том, что наш договор будет пролонгирован до 1 апреля следующего года. И вот мы надеемся, что до конца февраля 58 оставшихся троллейбусов поступят в нашу республику. Вопрос транспортного сообщения между Чебоксарами и Новочебоксарском. Один из самых острых, один из самых больных. Он практически не сходит с информационной повестки. Каковы ближайшие планы по выравниванию этой ситуации? Да, эта тема тоже такая горячая, какие троллейбусы. Значит, у нас, Чебоксар-Ночебоксарск, работает 7 маршрутов на сегодняшний день. Там нерегулируемый тариф. Как я уже в начале тоже нашей беседы говорил о том, что очень многие транспортники попали в сложное положение в связи с тем, что были введены ограничительные меры. В апреле, в мае, в июне. И значительно сократился пассажиропоток, и, соответственно, сократилась выручка. Они оказались, многие переводчики, в достаточно сложном положении. И вот осенью это сказалось. Многие переводчики по межмуниципальным маршрутам, в особенности Чебоксар-Ночебоксарск, стали выпускать на линию меньше автобусов, которые у них запланированы. То есть 7 маршрутов они должны были выпускать 185 автобусов. Но выпускали значительно меньше. И поэтому вот до ноября месяца было такое напряжение на этом маршруте. Но 2 ноября мы собирали всех переводчиков, провели, в общем-то, как бы переговоры. И договорились о том, что они все-таки постараются выполнить все условия, на которые они выходили в результате вот этих конкурсов, когда они стали победителями. У нас есть контрольный отдел, который практически в ежедневном режиме сейчас отслеживает количество выпускаемых автобусов. И надо сказать, что где-то в районе 180 автобусов ежедневно выходит на линию. И соблюдается, в общем-то, интервал движения. Но это как бы временно такая мера. В дальнейшем мы предусматриваем провести конкурс по 4 маршрутам. Это 101С, это 220, это 234, это 270 маршруты. Правда, УФАС приостановил по 2 маршрутам сейчас конкурс. Но по 2 мы продолжим работу. Так вот, по условиям тех конкурсов, которые у нас пройдут где-то после праздников сразу, значит, у нас на линию должны выйти 62 автобусов среднего класса. То есть на сегодняшний день там же функционируют в основном автобусы малого класса. Вместимость этих автобусов, ну, порядка 20-25 мест, если уже стоячие места, то автобус среднего класса предусматривается от порядка 50 до 70 вместимость пассажиров. Ну, то есть двое больше. Да, поэтому я думаю, что где-то к весне, все-таки к марту месяцу мы ситуацию стабилизируем, проведем конкурсы. В результате этих конкурсов одно из условий – это будет использование автобусов среднего класса. Поэтому я думаю, что ситуация где-то к весне у нас стабилизируется полностью. Владимир Михайлович, Вы сказали, что нерегулируемый тариф. Что это значит? Это значит, вот, например, у нас 268 маршрутов межмуниципальных. Я не говорю про муниципальные, городские. Вот из 262 маршрутов у нас всего 32 по регулируемым тарифам. Остальные нерегулируемые. Что значит нерегулируемый? То есть перевозчик сам назначает стоимость. Для того, чтобы это был регулируемый тариф, необходимо провести аукцион, но прежде всего нужно заложить деньги в бюджет. К сожалению, мы испытываем дефицит средств, поэтому мы пока не можем провести аукционы для того, чтобы определить именно регулируемые тарифы. Так вот… Разница между тогда стоимостью проезда на маршрутах, которые с регулируемым тарифом, и на нерегулируемых большая? Нет, небольшая. Дело в том, что сам рынок еще выравнивает ситуацию. Если, например, на нерегулируемых тарифах поднять цену, то они будут неконкурентоспособными. Но вот с 1 января планируется все-таки увеличить стоимость тарифов как в городе, так и по межмуниципальным маршрутам. Но я просто хочу напомнить, что, например, на межмуниципальных маршрутах Чебоксар-Ново-Чебоксарск в последний раз тариф менялся где-то в 2018 году. Но после этого, вы понимаете, стоимость бензина выросла порядка 40%. Стоимость автобусов выросла порядка 50%. Стоимость обслуживания? Да. И поэтому перевозчики, конечно, нет хорошей жизни, но они обращаются сейчас к нам, потому что они согласовывают с нами, как с Министерством транспорта, также они со службой по тарифам согласовывают тариф. И вот если на сегодняшний день Чебоксар-Ново-Чебоксарск стоимость стоит примерно 25-26 рублей, то будет после Нового года 30-32 рубля. Но вот, насколько я знаю, в городе тоже тарифы изменятся. Автобусы 23 рубля будут 27 рублей, а троллейбусы были 22 рубля будут 26 рублей. Какие меры предпринимаются для выявления и прекращения деятельности незаконных перевозчиков? Тех, которые работают, назовем это так, по своей инициативе. Ну, когда вот мы вводили, конечно, ограничения на перевозку пассажиров общественным транспортом, этим, конечно, воспользовались многие, так скажем, недисциплинированные перевозчики, которые стали оказывать услуги без свидетельств, без всех документов. Эту тему мы сейчас взяли на контроль. При Минтрансе сейчас организована межведомственная группа, в состав которой вошли сотрудники ГИБДД, Мугадан, Росавтонадзор, налоговые службы. И вот в течение уже месяца выезжают рейды, на которых останавливают именно нелегальных перевозчиков. Вот за один месяц административному аресту подвергли порядка 10 единиц автотранспорта. Их ставят на штрафплощадке, потом, значит, происходит суд, и еще штрафуют этих нелегальных перевозчиков. Я надеюсь, что эта мера воздействия на нелегальных перевозчиков скажется, и мы сможем сократить количество таких перевозчиков нелегальных. Владимир Михайлович, вот все-таки несколько, некоторое время назад, да, очень сложная была история, очень сложная ситуация была на предприятии Чувашевт Транс. Как сейчас там обстоят дела? Все ли долги выплачены? Ну, я просто напомню, что то, что в 2018 году, по-моему, Чувашевт Транс, ГУП, Чувашевт Транс обанкротили и ликвидировали. В июле месяце были выплачены оставшиеся суммы, там было порядка 6 миллионов, в результате продажи вот этой конкурсной массы. То есть есть конкурсный управляющий, который реализует конкурсную массу, и, соответственно, долги были погашены в июле месяце. Предполагается ли создание аналогичного предприятия, которое возьмет на себя все-таки основную роль по обеспечению государственного заказа на перевозке тех же самых льготников? Ну, то есть так, как это было прежде? Не предполагается, я сразу скажу. Это связано с тем, что просто даже трудно подсчитать, сколько нужно будет денег для того, чтобы все это выкупить или купить новые автобусы, создать новые компании или новую там государственную какую-то структуру. Но я скажу так, это, так скажем, секрет Полишинели. Все-таки сейчас прорабатывает схема совместной деятельности с Внешэкономбанком. Я думаю, что будет продумана сейчас концепция развития пассажирских перевозок. И к маю, к июню месяца будет эта концепция Минтрансом предложена у руководства нашей республики. Там кардинально, если эта концепция будет принята, кардинально поменяется структура пассажирских перевозок. Но пока я рассказывать всего не буду, потому что это только на самом начале этапа этого проекта. Ну, дай бог, чтобы все получилось так, как вы хотите. Мы с вами в основном говорим о наземном транспорте, но, как правило, забываем о том, что у нас есть еще, как минимум, воздушные ворота города и речные. Но вот, что касается воздушных ворот, какие перспективы по реконструкции Чебоксарского аэропорта? Перспективы самые радужные. Дело в том, что проект уже готов. Он уже однажды заходил на экспертизу, но его пока вернули на доработку. Поэтому мы ждем, что после Нового года этот проект, ну, измененный, дополненный проект, еще раз зайдет на экспертизу, пройдет экспертизу, получит положительное заключение. Ну, это пройдет примерно 2-3 месяца. И как только будет получено положительное заключение, то компания «Матч» сразу приступит к реконструкции здания аэровокзала. Я просто напоминаю о том, что, в принципе, в планах это у нас же уже предусмотрено. И завершение этих работ предусмотрено в первом квартале 2022 года. Что изменится в работе аэропорта после реконструкции? Это будет современный комплекс такой. Это даже не то, что реконструкция, это фактически будет строительство с нуля, фактически. Ну, прежде всего поменяется сектор внутренних перевозок. Поменяется кардинально. Да, в принципе, все там поменяется. Какие-то работы на летном поле предполагаются, или только речь идет о здании? Параллельно мы сейчас ведем работу. Дело в том, что дополнительно принимать самолеты необходимо реконструировать перрон и ту территорию, где стоят самолеты. Вот мы сейчас подготовили технику экономическое обоснование, согласовали с Росавиацией, и после этого планируем заказать проектно-сметную документацию. И как только эта проектно-сметная документация будет готова, мы, соответственно, начнем работать по поводу привлечения финансирования. Дело в том, что взлетная полоса – это федеральная собственность. И мы республиканские деньги здесь использовать не можем. Здесь можем использовать только деньги федеральная Росавиация. Ну что ж, спасибо вам большое. Но у вас, кстати, есть сейчас замечательная возможность поздравить своих коллег с Новым годом. Да я не только коллег, я бы вообще хотел поздравить всех жителей нашей Чувашской республики. Год был действительно очень непростым. Очень непростым. Слава Богу, год завершается. Будем все надеяться, что 2021 год будет значительно лучше. Поэтому я хотел бы всем жителям Чувашской республики пожелать прежде всего крепкого здоровья. Хочу пожелать материального благополучия. Ну и, конечно же, любви. Без нее никуда. И хороших дорог. Ну, конечно. Спасибо вам. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики Владимир Осипов. Спасибо за внимание. Всего доброго. И до встречи в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова